Да уж, ситуация у нас, увы и ах, прокомментировала Алла Ларионова, владелица трастового фонда, состояние дел в доставшейся ей по наследству от родителей компании. Алла пять лет назад закончила высшую школу бизнеса в Лондоне, работала в лучших западных компаниях, набираясь профессионального опыта. Ее отец настоял на возвращение единственной дочери назад в Россию. Аллочка, так нельзя, я создавал этот фонд ради твоего будущего, и этот кризис, будь он трижды не ладен, все здоровье у меня съел. Вернись домой, город у нас большой, жилье у тебя есть, чего тебе не имется. Да и возраст у тебя, извини, не двадцать лет, пора о семье подумать. Алла не горела желанием возвращаться, но выбирать не приходилось. Едва она появилась на пороге родительского дома, как отец собрал совещание руководства по селекторной связи, представив им нового главу компании. Все присутствующие выразили скрытые сомнения в возможностях нового президента вытащить фонд без потерь на фоне хронического кризиса. Как показали события, отец Аллы не смог с этим справиться, но потратил на выполнение такой сложной задачи последние остатки своего здоровья. Поэтому перед новой хозяйкой стояла весьма амбициозная задача – вернуть былые позиции, что многим, даже самым лояльным работникам, казалось чем-то из области фантастики. У нас есть на примете один молодой человек, подающий большие надежды, выпускник престижного вуза, имеет отличные рекомендации в качестве кризис-менеджера. Может, нам стоит обратиться к нему за помощью? – осторожно предложил Алле один из членов совета директоров, Руслан Розин. О чем речь? – оживилась новая владелица. – Мы предлагаем принять нового управляющего, который до этого работал в другом месте, и у него недавно закончился контракт. Слышал, что его попытаются перехватить наши конкуренты, а мы не можем позволить себе разбрасываться такими кадрами. – Хорошо, – ответила девушка после некоторого раздумья. Назначьте мне с ним собеседование. Посмотрим, что он из себя представляет. У Аллы были свои соображения не давать полного ответа своим новым подчиненным. Она изучала накануне отчетную документацию и пришла к выводу, что показатели кризиса в компании искусственно повышаются. Значит, в команде действует крот. Только кто и зачем так делает? Девушка хотела сама найти ответ на этот и другие интересующие ее вопросы. Поэтому не спешила объявлять о своих замыслах. Вскоре ей представили того кандидата, о котором говорили на совещании. Некий Вячеслав Горин, который был постарше самой Аллы лет на пять. Он производил очень выгодные впечатления своим идеальным внешним видом и знанием своего дела, о чем новая хозяйка компании не замедлила сразу сказать ему лично. Сославшись на проблемы с камерой, Алла не стала подключать опцию видеозвонка, но зато сама прекрасно видела, кто сидит перед ней по ту сторону экрана. Программа по изменению голоса часто использовалась девушкой для решения вопросов, когда она не хотела давать о себе лишнюю информацию. Поэтому Вячеслав решил, что имеет дело с несколько туповатой особой женского пола, которая, видимо, сама впервые проводила личное собеседование с нужным кандидатом. «Алла Игоревна уверен, что смогу найти выход даже из такой патовой на первый взгляд ситуации», напористо говорил мужчина. Он хотел показать, что является настоящим профессионалом своего дела, и ей нужно быть благодарной за то, что он явился на встречу, пусть даже в таком формате. «Хорошо, пусть будет так. Вы заступаете на условиях испытательного срока в два месяца», начала была Алла, но собеседник перебил ее. «Простите, но показать результат за два месяца – это не очень реально. Для компании, которая находится в кризисе, нужно время работы хотя бы месяцев 6-7. Если я начну работать с вами, то только на таких условиях», – снова надавил Вячеслав. Алле почему-то почудилась, что он пытается ее запугать. «Раз так, пусть думает, что у него все получилось». Помолчав полминуты, девушка несколько нерешительным голосом ответила. «Мне очень нравится ваша нацеленность на результат, Вячеслав. Хорошо, мы обсудим этот вопрос чуть позднее, когда я вернусь. Но думаю, что в вашем случае нам действительно потребуется чуть больше времени, чем стандартный испытательный срок. Когда вы сможете приступить к работе?» Мужчина выдержал драматичную паузу перед ответом. «Ну, думаю, что только во второй половине следующей недели. Я должен решить несколько семейных вопросов. Надеюсь, это не помешает нашему сотрудничеству», – осведомилась Алла. И впервые в ее голосе появился металл. Вячеслав сразу учуял, что не совсем верно рассчитал способ показать свою значимость. «Нет, семейные дела обычно быстро решаются. Хотя иногда к этому надо идти, потратив какое-то время». «Тогда договорились», – подвела итоги Алла. «Мне нужно уехать, тоже по семейным вопросам. А вам можно приступать к работе сразу же, как только вы сдадите все документы в отдел кадров. До встречи». Они попрощались, и Алла не видела, с каким самодовольным лицом ее недавний собеседник откинулся на стуле назад. Никаких дел Вячеславу не нужно было решать. Он просто хотел поиграть на нервах новой шефине и показать себя круче, чем она. Было похоже на то, что своей цели он все же добился. Она согласилась на его условия. А раз так, тогда у него есть все шансы прибрать к рукам компанию и получить за свою работу щедрые отступные. Алла объявила отцу. «Папа, я пока не буду там появляться. Хочу посмотреть, как этот новый супер-пупер-спец покажет себя в деле. Если с ним полный порядок, то у меня не будет повода для беспокойства. Если нет…» «Дочь, я тебе сто раз говорил, нас кто-то сливает», озабоченно проговорил мужчина. Несмотря на то, что на днях он официально отошел от дел, все равно болел душой за свое детище. «У меня не хватило ума и здоровья выяснить, кто крот. Но ты – совсем другое дело». «Ничего, разберемся», – улыбнулась Алла и отключила видеозвонок. Она не собиралась никого посвящать в свои планы, и одной из их составных частей было самой внедриться на работу в качестве помощника по административной или финансовой части. Пришлось обращаться к своей знакомой, главе отдела кадров, с дочерью которой они давно были в хороших дружеских отношениях. «Алевтина Семеновна, мне нужна ваша помощь». Младшая помощница менеджера по финансам Алиса, недавно вернувшаяся из декретного отпуска, внезапно подала заявление об увольнении, по собственному желанию. Весь коллектив гудел, пытаясь выяснить, с чего бы молодой матери, недавно вернувшись на любимую работу, уходить с нее. Вскоре все сошлось в одном. Наверное, это результат того, что у нас теперь новый владелец, как говорится, новая метла, новые порядки. Через две недели после ухода Алисы появилась новая сотрудница на ее место, девушка довольно эффектной внешности по имени Вика. У нее был неплохой опыт работы в зарубежных брокерских компаниях, поэтому ее взяли с расчетом, что она сможет зарабатывать новые продукты, привлекательные для клиентов фонда. Вика вела себя скромно, но была острый на язык, и многие сотрудники, которые хотели проверить ее на прочность, отказались от идеи цепляться к новенькой. Когда Вику представили новому управляющему, который работал в компании буквально полтора месяца, то девушке стало неприятно. Вячеслав ел ее глазами и иногда позволял двусмысленные шуточки. Он стал часто захаживать к ним в отдел и время от времени выдавать фразы вроде «Виктория, у нас сегодня обед с партнерами. Согласитесь составить компанию сборища мужчин, недостойных нести вашу сумочку». «Простите, но я обычно не хожу на обеды с мужчинами, недостойными нести мою сумочку», – спокойно ответила Вика. Вячеслав густо покраснел и удалился. Финансисты и соседствующий с ними отдел программного обслуживания тихо посмеивался в кулачок. «Вот молодец, умыло так умыло. Шеф сам хоть понял, что сказанул». На следующий день он прислал букет цветов и карточку с извинениями, но девушка отказалась это принимать. Вика решила поговорить с начальником сама. «Я бы хотела кое-что обсудить», – девушка встала напротив Вячеслава в его кабинете. «Стены были прозрачные, и все видели, что происходит внутри. И что вы хотите обсудить?» – платоядно усмехнулся мужчина. «Если мой ответ показался вам рисковатым и грубым, хочу извиниться, но я не привыкла, чтобы коллеги и руководство позволяли себе подобные шутки на рабочем месте. И это все? Если это извинение, то оно принято», – улыбнулся Вячеслав. До этого управляющий был занят расчетами, которые он несколько раз успел переделать, но не мог найти ошибку. Ему такая ошибка могла очень дорого обойтись. Вячеслав вел себя более чем по-хозяйски, позволяя себе распоряжаться резервными фондами для решения некоторых острых вопросов. На все вопросы вышестоящего руководства он делал каменное лицо и говорил. «Мои решения продиктованы опытом работы в кризисных ситуациях. Готовых рецептов на тот или иной случай, как пишут в учебниках, никогда не будет. Сами понимаете, что ситуация на рынке меняется каждую секунду». Этого бывало достаточно, чтобы закрыть рты недовольным. Мужчина сразу обратил внимание на новую сотрудницу, которая, судьбо предлагаемым ей вариантом, обладала недюжинным умом. В течение месяца девушка разработала систему оптимизации операционных расходов, что позволило сократить их почти на 15%. Вячеслав, как было оговорено руководством, отправил отчет наверх. Далла Ларионовой, однако, в качестве автора указал не Вику, а себя, чтобы все поняли, какой он ценный и незаменимый кадр. Вике приходилось часто общаться с программистами, и один из них, Никита, положил на нее глаз. Однако, в силу своей неимоверной природной застенчивости, молодой мужчина не мог заставить себя сказать девушке хотя бы легкий, ничего не значащий комплимент. «Эээ, привет, как дела?» Выполив эту дежурную фразу, Никита пулей проскакивал мимо кабинета финотдела и прятался за огромным монитором своего настольного компьютера. Несколько раз за день девушка ловила на себе его взгляды, но встретиться с ним глазами не получалось. Коллега моментально скрывался или делал вид, что сосредоточенно изучает содержимое таблиц на экране. Вику его поведение порядком забавляло, но она не подавала никаких признаков того, что как-то реагирует на него. Однако сторонники нового управляющего Вячеслава негативно восприняли тот факт, что новая сотрудница отказалась оказывать или принимать знаки внимания от их обожаемого шефа. Однажды во время обеда к Вике подсели трое – двое мужчин и девушка, работавшие в операционном отделе. Девушку звали Ксения – мужчин, Игорь и Андрей. Они были первыми, к кому обратился новый управляющий в поисках помощи найти общий язык с подчиненными и создать свою команду. Ксения не скрывала, что у нее есть свои планы относительно Вячеслава. – Давай сразу договоримся, милочка, – обратилась она к Вике. – Ты не стоишь на моем пути, а я не говорю, что тебя ожидает, если вздумаешь перейти мне дорожку. – Что-то я не понимаю, в качестве кого ты сейчас разбрасываешься такими словами, – усмехнулась Вика. – Мы с тобой в разных отделах, нам нечего делить, с какой стати мне переходить тебе дорожку. – Мне кажется, ты отлично все понимаешь, – сузила глаза коллега. – Ты у нас работаешь, всего ничего, а шеф с тебя глаз не сводит. Что ты ему пообещала или уже сделала? У тебя, наверное, были очень близкие контакты с Вячеславом? – Очень близкие, – рассмеялась Вика. Он сидел рядом со мной, когда мы составляли отчет за полугодие. Понизив голос, девушка продолжала. – А еще мы ехали в одном лифте с работы, целых два раза. Ксения захлопала ресницами, потом, сообразив, что Вика шутит, сердито надула губы. – Да я тебе серьезно говорю, что ты себя дур устроишь. – Ну так сегодня день строителя, – снова засмеялась Вика. – А ты кого строишь или мечтаешь построить? – Смотри, у меня стерва, – проговорила Ксения ледяным тоном. – Не вздумай играть на чужой территории, по своим правилам. У нас здесь такое не приветствуется. Она резко встала и вышла из-за стола. Мужчины остались, и Игорь примирительно сказал. – Ксюха у нас вообще-то хорошая, просто на нее иногда находит. Не обращай внимания. – Хорошая, пока в рожу кому-нибудь не вцепилась, – захохотал Андрей. Затем уже серьезно обратился к Вике. – Вижу, ты девушка умная. Так вот, тебе лучше быть с нами в одной команде. Когда патрон установит здесь свою епархию, остальных попрут нахрен. Останутся только те, кто завоевал его расположение и готов пахать по его условиям. – Ничего не понимаю, – удивилась Вика. – Вячеслав ведь сам состоит в подчинении у Ларионовой, новой главы компании. – С чего вы решили, что здесь будет новая епархия? – Пока рано говорить наверняка, но… – поймав предупреждающий взгляд Игоря, Андрей махнул рукой. – Не бери в голову. У нас иногда от обилия работы мозг клинет. Начинаем нести фиг знает что. – Ну ладно, – Вика пожала плечами и продолжила свой обед. – Как будто без ваших откровений проблем мало. – Ты бы это была все-таки поласкивая с нами, что ли? Зарплата у тебя не настолько шикарная, чтобы пытаться прыгнуть выше головы. Мужчины переглянулись и отошли от стола. А Игорь ткнул Андрея в бок кулаком. – Ты совсем того? – Язык не распускай. Слава о чем нам говорил? Нам нужно по-тихому работать, а тебе не терпится растрепать всем подряд. – Да понял, я понял, все, уже молчу и держу рот на замке, – надулся Андрей. Тычок оказался весьма болезненным. Никита зашел в кабинет финотдела после завершения рабочего дня. Лицо сотрудника было взволнованным, когда он обратился к Вике. – Извините, мы можем поговорить. Кажется, я нашел что-то странное. Вика поняла, что происходит что-то из ряда вон выходящее, раз Никита пришел к ней, отбросив в сторону свою застенчивость. Сев рядом с девушкой, он раскрыл свой ноутбук и начал показывать. Смотрите, вот это наша отчетность за прошлый год, здесь за текущий. По одним пунктам у нас явный провал, по другим вроде бы ничего страшного. Но когда я случайно открыл одну папку с шифрованными операциями, то обнаружил вот что. Он ткнул пальцем в график, который показывал резкое отклонение от привычных диаграмм по сделкам. Все наши операционные расходы за счет оптимизации перебросили в другой сектор. Этого не должно быть, так как резервные фонды такого просто не потянут. Ииии – подняла брови Вика, сосредоточенно изучая график. Тут она даже подпрыгнула. Весь наш капитал куда-то уходит через счета, которые я вижу впервые. Обалдеть! Надо бы сказать Вячеславу. «Не думаю, что это хорошая идея», – ответил Никита. Он был необычайно возбужден, но старался говорить спокойно. Первые такие утечки фондов начались через месяц после его прихода. И это он визирует их. Но через какой-то левый счет. А для этого нужны спецы из операционного отдела, – закончила его мысль Вика. Теперь ей стало ясно, почему эта троица проявляла к ее особе повышенный интерес. «Какой смысл банкротить компанию?» – задал себе вопрос Никита. Когда он увлекался, то начинал рассуждать вслух, даже не замечая этого. «Это и надо выяснять», – задумчиво ответила Вика. Она осторожно коснулась руки Никиты своей рукой. «Знаете, вы единственный, кто обратил на это внимание и сообщил об этом. Почему вы так поступили? Вы же могли ничего не говорить. Какая разница, на кого работать, если у вас такой великолепный послужной список? Наверняка вас уламывают перейти в другое место. Здесь ведь кризис». «Шеф Лорионов доверил мне разработку программного оборудования, когда я проработал здесь год», – просто ответил Никита. Другие хотели приглашать наемных специалистов, а он доверился мне и послал даже учиться на курсы повышения. «Я полгода провел в Америке, изучая всю эту муть, так что у меня перед ним личный должок». Вика призадумалась. Видя, что она молчит, Никита занервничал. «Вы не подумайте, что я хочу кому-то отомстить или что-то еще в этом роде. Просто мне обидно, что мы столько лет успешно работали, а потом оказались в непонятном положении». Еще и этот Вячеслав со своими оптимизациями задолбал. Столько всего говорит, но делает почему-то все прямо противоположное. «Давайте тогда вместе поработаем», – предложила Вика Никите. «Посмотрим, что у нас получится узнать». Вячеслав отчитывался каждый месяц о том, что за время его управления, несмотря на все его усилия, наблюдается спад. Пусть незначительный, на уровне полутора-двух процентов в месяц, но спад. На очередном созвоне с Аллой Вячеслав чувствовал себя уже не так уверенно, как в начале сотрудничества. «Я делаю все, что от меня зависит, Алла Игоревна, но я не волшебник и даже не учусь на такового», с трудом сдерживая гнев, сообщил Вячеслав. «Вы могли бы выслать мне отчеты за прошлые и текущие годы?» «Хочу показать группе независимых аналитиков». Невозмутимый голос Аллы заставил мужчину скрипеть зубами от злости. «Хочу напомнить, что у нас есть свои аналитики, которые работают днем и ночью над решением проблемы», – с напором проговорил Вячеслав. «Если мы привлечем сторонних специалистов, тем самым покажем, что у нас не все в порядке. Нас могут атаковать и даже попытаются поглотить. У нас и так стали появляться странные сообщения, что могут предложить слияние на правах младшего партнера». «Почему я слышу об этом первый раз?» – спокойно спросила Алла, и Вячеслав схватился за голову. «Потому что я хочу проверить их, прежде чем объявлять руководству. Я пытаюсь имеющимися у нас ресурсами вычислить крота». «Хорошо, но у вас осталось мало времени. Осталось три недели до завершения вашего испытательного срока. И мне нужны реальные решения по спасению фонда». Вячеслав в ярости сжал кулаки. «Значит, через три недели надо будет готовиться к уходу, ведь он ничего не сделал из порученного». Набрав известный только ему номер, мужчина резко проговорил в трубку. «Нам пора сворачивать пьесу. Я не намерен подставляться. Свою компанию вы и так почти получили на блюдечке. Я беру деньги и проваливаю». На том конце что-то долго и наставительно говорили, но Вячеслав не стал слушать и отключил телефон. Глядя в окно, мужчина выдохнул и проговорил. «Пора сматывать удочки. Давно пора». Однако уже через неделю в офисе весь персонал стоял на ушах. «Наша новая хозяйка едет. Сказала, что устроит общее совещание. Всем быть в конференц-зале после 13.00». «Не может быть». Вячеслав начал звонить администратору и ругаться, почему его заранее не предупредили, на что девушка смогла только выдавить из себя. «Простите, но мне позвонили каких-то 20 минут назад. Я успела только внутреннюю рассылку сделать и сообщить вам. Сейчас готовлю зал и материалы для совещания». «Что вы представите для обсуждения?» «Ну что за день?» Горин в ярости сбросил звонок и принялся лихорадочно распечатывать материал для совещания. Он не мог доверить такое ответственное дело кому попало. Даже Ксении, чтобы она не сказала, чего лишнего при демонстрации слайдов. Мужчина решил обойтись тем минимумом, который у него был. Чтобы не смогли задавать ему неудобные вопросы. В назначенное время административный и управляющий персонал компании собрался в большом конференц-зале. Были все, кроме самой Ларионовой и Вики, которая отлучилась позвонить. Когда Вячеслав демонстративно посмотрел на часы на своем запястье, а верная троица позволила себе высказать возмущение против непунктуальности вышестоящего руководства, которого в глаза еще никто не видел, в зал вошла Вика и спокойно прошла к стулу, подготовленному для Ларионовой. «Виктория, вы ничего не напутали? Это место для нашей шефини, если вы не в курсе», раздраженно обратился к ней Горин. А Ксения с насмешливой улыбкой провела ребром ладони по горлу. «Мы уже можем начинать. Прошу вас, приступайте», обратилась Вика к Вячеславу. «Вика, вашу занугу, что вы себе позволяете?» Чуть не взорвался управляющий. «Где Алла Игоревна?» «Я уже здесь», – Вика оглянулась и встала, выпрямившись во весь рост. «Итак, позвольте представиться. Ларионова Алла Игоревна, новая владельца компании. Но все присутствующие знают меня как Викторию Ковалеву, младшего менеджера по финансам. Мне пришлось пойти на этот шаг, чтобы узнать, что происходит в моей компании изнутри. На лицах присутствующих был написан настоящий шок. Ксения сидела в полуобморочном состоянии, а Никита смотрел перед собой в одну точку. «Итак, объясню суть. Я уже три года вела удаленный аудит актива в компании по просьбе своего отца. У меня собралось полное досье на всех, кто был задействован в финансовых операциях. Я не могла позволить себе появиться на сцене раньше времени. Поэтому было объявлено о моей длительной командировке в связи с производственной необходимостью. Со старшими менеджерами все вопросы я решала по переписке или телефонной беседе. Сегодня могу сказать, что из этого зала в статусе свободных людей выйдут те, кого я назову». Девушка начала зачитывать имена по списку, и Никита с облегчением убедился, что он числится среди свободных. «А что будет с нами?» – не своим голосом обратился Калли Вячеслав. «Розин уже дал показания и рассказал о вашей роли в сливе компании», – спокойно проговорила Алла. «Так что вы и старшие сотрудники из операционного отдела уйдете отсюда в наручниках, в отделение полиции, чтобы побеседовать по душам. Хочу предупредить, независимо от того, чем вы руководствовались, вам светит солидный срок. Я приму для этого все меры. А вас, Никита, я попрошу остаться». Сотрудник даже вздрогнул, услышав эту фразу. «Что вы скажете о новой роли управляющего? С вашим опытом и отношением к компании вы заслуживаете этого, как никто другой». Через год их компания вышла на плато, а через два уверенно заняла лидерские позиции. Отец Аллы был безумно счастлив, что дочь сумела решить все вопросы, связанные со спасением своего наследства.